Екатерина Ивановна Антипова – узница концлагеря. К фашистам она попала в пять лет. Лагерь смерти, в котором находилась маленькая Катя, был под Псковом. У нас в Германию хотели всех ребятишек, особенно, а до Пскова дошли и там чего-то и не пустили. Наши уже там стали поступать. Уже там и Балтийское море, и все уже наши воевать стали по-настоящему. Екатерина Ивановна рассказывает, что после освобождения, вернувшись домой, она и другие узники получили клеймо предателей. В страхе за свою жизнь и жизни близких они меняли фамилии и пытались скрыть пережитое. Только в 1995 году, когда Победа праздновала юбилейную дату 50 лет, узников в концлагерее официально признали невиновными и стали вручать медали и ордена. Но своими наградами Екатерина Ивановна не гордится. Не считаю себя слишком заслушанной к этими медалями. Вот и все. Сколько нас там было, сколько там погибло, умерло с голоду. В память о погибших и выживших ежегодно 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Дата была выбрана и утверждена ООН не случайно. Она установлена в память об интернациональном восстании узников лагеря Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 года. Мы желаем здоровья превыше всего, чтобы они все-таки еще радовались этой жизни, видели своих правнучата уже скорее всего. Они пережили очень много. В городе-то их немножко, ну там два раза на руках пересчитать можно осталось этих людей. Но тем не менее выразить свое отношение к ним мы обязаны. Мы идем их навещать, чтобы они понимали, что люди о них помнят, что люди помнят, что было страшно. Потому что им нужно внимание, им нужно почувствовать себя важными. Всего в концлагеря, лагеря смерти, тюрьмы попало около 18 миллионов человек. Из них более 11 миллионов были уничтожены. Среди погибших 5 миллионов граждан СССР. Каждый пятый узник был ребенком. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.